друзья всем привет с вами калина и сегодня я делаю обзор на поединок тобиас курдеча итак курдеча выиграл я совсем анонсировал другой исход событий перед этим моих предыдущих видео я говорил что выиграет тобиас но естественно алекс курдеча я с ним пообщался после соревнований алекс курдеча изменил сильно свои тренировки целый год он занимался совсем по-другому как сказал он сам что на данный момент тобиас сильнее чем он был год назад этому тобиас хорошей форме его ждет очень хорошее будущее в мире арм рейслинга даже я бы сказал в топах в топах он будет у курдеча была изменена техника но все равно у него очень много было ошибок при борьбе как обычно у него таз уходил назад живот отходил от стола он боролся чисто корпусом но так как он поменял свою методику тренировок и он начал делать меньше базовых упражнений больше это чисто мое мнение по тому как он стоит за столом потому как он борется как он начал подключать боковой нажим то есть если у него раньше была вот такая стойка сейчас у него уже плечо намного ближе он не пытается вывести чисто на луче вот поэтому арм рейслинг не стоит на месте все про все прогрессирует моя ошибка что я сравнивал того курдечу который был тогда они того который он есть сейчас это меня очень радует потому что даже арм рейслеры которые очень давно тренируются старой закалки начали менять свои тренировки потому что арм рейслинг не стоит на месте все прогрессирует это это меня очень радует итак первый поединок первом поединке тобиас пошел в крюк не знаю зачем он это сделал но он пошел крюк естественно против курдечи я не видел смысла бороться в крюк так как у него реально очень большой вес и ну хотя он сейчас выглядел намного лучше чем до этого в поединках там год назад он не был таким залитым он не был таким робким он был хорошим хорошо стартовал хорошо реагировал на старт то есть все дело так как нужно но тоже вот это его борьба корпус отходит назад да то есть и можно сказать чуть ли не самой рукой давит его конечно габариты и параметры позволяет это делать но с не спортсменами так сказать и более высокого ранга из такой же самой массы как у него я думаю у него это не прокатит ему нужно очень сильно усилять грудную то что он делает большой жим хороший это естественно ему не поможет такая борьба была в первом поединке он с легкостью выиграл тобиаса в крюках дальше здесь естественно в тобиаса не было на моего как я думаю не было возможности вообще что-то сделать алексу и так во втором поединке тобиас подбирает более правильную технику он идет верхом у них происходит разрыв все идет хорошо я вообще думал что сейчас хорошо так тобиас начнет связочки подкручивать алекса но их связали естественно алекс начал поддавливать в бок но самая большая ошибка тобиаса за эти соревнования это то что в следующем поединке это будет видно потому что они поменяются местами он будет стоять с другой стороны то что тобиас просто-напросто брался вот так вот вот так он оставлял здесь место он должен был браться поглубже для того чтобы останавливать алекса но у него вот эта борьба была с таким пучковым хватом и алекс просто-напросто пользовался этим спокойно короче и шел то движение которое ему нужно потому что вся нагрузка и шла в пальцы и они раскрывались а нужно было чтобы он при борьбе когда алекс идет верхом у него рука вот скручивалась и он уже контролировал сверху вот и получается во втором поединке их связывают вот это получается вот такой захват у тобиаса они борются у него кисть начинает чуть-чуть под раскрываться соскакивает локоть все короче останавливают поединок делают фолл тобиасу обратно перебаривается уже все судейский захват и на судейском захвате так же же самое ему просто-напросто просто делают вот вот получается делает захват и он тоже не берется глубоко а просто-напросто вот сразу только раз и все и старт алекс просто-напросто вытягивает своей так сказать мощью силой бог боковым нажимом и ложек вот вот исход второго поединка и так в третьем раунде уже более наглядно видно как берется тобиас что он берется вот вот так и вот таким хватом здесь остается место естественно алекс этим будет пользоваться алекс непонятно зачем но я думаю это просто его как бы ход мыслей был что ему лучше бороться в связке он уходит от борьбы специально и их связывают получается в связке естественно тобиас обратно берется вот так но алекс естественно когда у тебя вот здесь зазор есть сопернику есть место короче куда разогнаться куда пойти их на себя натянуть или наоборот чуть сильнее подкрутить алекс обратно чуть подкручивается и идет в бок в тобиаса соскакивает локоть и тобиас проигрывает в проигрышном положении фол это проигрыш тобиас проиграл алекс курдеча как бы просто-напросто показал хорошую свою силу умение так сказать использовать разную борьбу и показал как бы хороший результат потому что он просто-напросто перекрыл все все фронты для тобиаса тобиас не мог никуда никуда уйти вообще он контролировал как кисть вообще в связке курдеча намного лучше контролировал тобиаса чем без связки вот четвертый раунд то тобиаса обратно вот этот хват он никак не может контролировать курдечу естественно потому что здесь есть зазор курдеча спокойно чуть-чуть подкручивает и ложит тобиаса вообще казалось бы вообще не напрягаясь вот тобиас обратно делает ошибку в этом плане потому что он просто-напросто ну как делает ошибку алекс курдеча не дает ему навязать свою борьбу это раз во вторых просто-напросто то кто-то газ плохо делает пальцами а это играет очень большую роль вот и тобиас налегке проигрывает в можно сказать такой пол бок пол бок полукрюк в исполнении алекса и так счет уже 40 и идет пятый раунд и тобиас пятом раунде пытается чуть-чуть под стартовать так же самым делает такой хват потом при старте он чуть-чуть перехвачивается это дает ему чуть преимущество под закрутить его но он перехвачивается не сильный потом соскальзывает руки соскальзывает пальцы и алекс естественно может его вытянуть тобиас получает фолл и они перебариваются тобиаса борьба уже улучшается улучшается потому что он начал браться чуть поглубже и вот в этом как раз и заключалась бы победа тобиаса над алексом потому что очень заметно как у алекса кисть чуть-чуть подпроваливается но тобиаса не хватает контроля вверху потому что она чуть-чуть проваливается алекс чуть на себя натягивает пальцы чуть соскальзывает и уже все давление происходит не то и обратно алекс выигрывает у тобиаса можно сказать той же самой техникой что перед этим и просто-напросто счет встает 5-0 шансов выиграть в шестом поединке совсем почти нет потому что тобиас уже использовал разные стили борьбы и под крюк и под верх вот единственное что я на данный момент считаю что было бы возможным выиграть один поединок от этого алекса это взяться поглубже чтобы от этой частью возможно перекрыть и просто выбить ему кисть в связке и просто стоять держать конечно алекс такой у нас парень у него хороший жим и естественно даже в таком положении он всегда подводит плечо и надавливает в бок тоже он бы естественно мог продавить и тобиаса но здесь видно было что преимущество как бы в силе было намного больше и просто-напросто тобиас был слабее был слабее техничный функциональный был был просто слабее потому что алекс за этот год добавил так начинается шестой поединок ребята берут захват обратно естественно тобиас берется так чтобы идти под верх алекс видно что хочет короче попробовать его продавить так же самым боком но тобиас успевает подставлять кисть и уже у алекса не получится его вот чисто пройти чувствует что он не может пробить бок ему приходится просто-напросто подключить про нацию для того чтобы у тобиаса открылась кисть все кистью тобиаса открывается и он его долаживает счет 60 что я могу сказать курдеча красава он показал себя вообще отлично вообще с другой стороны над ошибками ему нужно работать потому что он попал в топ-8 предстоит ему очень сильная борьба с опытными спортсменами и поэтому вот это его движение что он таз отводит от стола и борется можно сказать чуть ли не самой рукой вот это ему нужно исправлять тобиас тобиаса нужно добавить в кисти все движение луч хорошо у него работает кистью него естественно выскакивает вот и поработать над захватом чтобы браться поглубже не давать сопернику навязывать свою борьбу потому что вот этот пучковый хват он ну как бы дает возможность человеку делать с тобой что что хочешь вот поэтому я обычный человек мои прогнозы естественно на поединке могут быть верны могут быть верными не могут быть неверными так же само как и на соревнованиях я могу приехать с уверенностью что выиграть но проиграть но основная задача ребята всегда прогрессируйте курдеча пример тому рассказал он поблагодарил меня за дополнительную мотивацию ему выступить выиграть и показать результат так сказать разгромить и мои прогнозы вот и он это сделал и я считаю что каждый должен не слушать что происходит вокруг а чисто делать то что должен делать и естественно он дойдет до своей цели выиграет мы проигрываем выигрываем мы всегда идем естественно к своей цели и на пути к этой цели могут быть какие-то неприятности у меня не случались постоянно мне очень нравится есть такая цитата лучше я себе поставлю цель самую высокую и на пути к ней паду чем я поставлю себе слабую легкую цель и быстрее достигну вот всем побольше техничного армрейсинга и занимайтесь спортом питайтесь правильно всем пока